так все пятьдесят три минуты вот это я я доберусь запрещать до хозяйства потом почему я начну я только пока про дебиль на лунных календарей мода на них слава богу прошла самые яростные сторонники и распространительные календарей был вот этот журнал предстоятельное хозяйство я уже открытым текстом я их не жалею почему сказать почему потому что они вот это вот подлая реклама режьте летом режьте осенью режьте зимой так а главное они вступили со мной полемику я очень благодарен впервые на меня обратили внимание меня потрясают ваши результаты это редактор предстоятельного хозяйства потрясают а потом нет ну на мировая практика мировая практика ну помните искалечим будем жить вот я тогда думаю мне надо с ними уже как я должен ответить должен видите как ценят по увлеченность потрясены результатами а потом если редакция не согласны нельзя мешать с грязью сейчас я буду уже правда мешать я не мешал сгореть только сейчас дебильные лунные календари мне осталось несколько минут да еще чуть-чуть потеряли время вначале вот почему продолжает их печатать я залез к этим фильм уже на сайт называется он сайт телеканала бобер сейчас он с экрана исчез но знаешь он еще совсем сейчас вместо него усадьба она мне тоже не нравится взяли бы туда ведущими железова сергея или эту самую они бы хоть научили дерево но меня всегда удивляет существует до сих пор уже правда больше на экране на компьютерном экране на телевизионном экране сейчас больше там чем чем это бумажная страница хотя стал меньше один больше и вот они учат я смотрю день за днем вот эта усадьба день за днем день за днем как помидоры да любая бабка вырастет помидоры еще вас научит вот и много там эти самые как господи эти латшапный дизайн это искалеченные деревья нельзя калечить их отрицательное биополе у деревьев и у вас будет но нет и и нигде я не вижу чтобы научили посадить и вырастить сад то о чем мы с вами четыре года гля-ля-ля-ля-ля нет вообще любой вот что этот самый что телеканал бобер вот здесь по моему только у меня смеялась это самое камерная телевидение хотят показывать усадьбу передачу хотят показывать бобер передачу вообще невозможно вырастить такое впечатление что или они не знают или думать что у нас в России не будут ни абрикосы ни персики ни сливы так что ничего нет чтобы вырастить а нас туда не пускают никто не позвонит скажет ну как константинович я на урале я был на урале когда второй раз меня пригласили на свет как звезду вот николай георгиевич помните вы меня в свинью посунули а железов дал согласие я узнал в интернете что она согласен вот вы матерился и поехал к вам но приехал я со своим багажом пока в эти три дня пока шла слет меня четырежды ждали или отрывали от этих как и докладов 4 местных челябинских телестудий 4 одна хитрее всех сделала она взяла мой диск поставила и вот так вот я и вот этот крупный план вот так телекамера и я все рассказывал вот так все рассказал другие просто брали интервью вот ну как интервью 10 20 минут меня на разрыв я был так вот это здорово но вся страна этого не увидела их только четыре оказалось только в одном челябинске а вся страна этого не увидела а надо чтобы кто-то из наших вылез туда а что алексейка не мог бы рассказывать да он уверен не хуже а может все лучше может он меньше раз будет а это самое расползаться мыслью по древу вот и к чему и вот еще про пару слов про лунный календарь и так я смотрю на небо я вижу шар он на какой-то момент допустим на половину закрыть тенью тень от земли закрывает половину лунного диска а вторая половина лунного диска освещена солнцем проходит две недели я смотрю она полностью освещена солнцем а оказывается когда а еще есть другая крайность потом она начинает меньше 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 и проходит еще две недели и теперь она называется новолуния и вообще не видно она полностью закрыта солнцем но даже когда она полностью закрыта солнцем или вся освещена все равно весь диск на небе масса луны не изменилась так может для лунатиков там разница есть день или ночь наверняка есть лунатики только мы об этом не знаем вот там много чего непонятного для нас а вот диск что тот диск вот сколько там миллионов тонн весит так расстояние все на одно и то же что что это самое две недели спустя это в чем разница то почему в этом случае надо привык об этом нельзя вот я до конца не разобрался я знаю влияние луны просто рассуждаю кто-то потом не статью пришлет какую-то умную так бывает после каждого это выступление вот таким вот кто-то своими мыслями поделиться среди нас могут даже астрологи и такое бывало а мне интересно я готов быть учеником я хочу знать чем разница я прекрасно знаю влияние луны всегда когда полная луна и меня бессонница значит она почему-то влияет хотя я сплю шторы закрыты луна где-то там через это через крышу она не проникает не должна почему я не сплю ночами влияет тогда я делаю вывод и на растение влияет тогда мне говорят если она нарастает тогда надо обязательно садить а если она уменьшается освещённая часть заметьте она никуда не девается тот же так же висит эта масса гигантская но она когда начинает сокращаться именно теневая сторона а все больше освещенность наоборот когда она идет то что называется луна на углу ну вы поняли тогда ничего нельзя делать и вот под это подставятся календари и я до тех пор это терпел пока я не взялся за вот это вот пересад для хозяйства у меня там все журналы я каждый журнал могу из него все пыль вытрахнуть вместе с это самое с теми дебильными советами знаете почему я открываю это самое лунный календарь и начал их критиковать а вы попробуйте прививать его нет обрезать надо мальти и никакие дни а вот допустим с 15 марта с 12 часов 0 5 минут до 16 марта до 3 часов ночи и тоже до минуты до секунд резать нельзя а после этого резать можно и он тоже ладно ну хорошо кто верит он же ничего страшного главное чтоб это не перебарчивался с этим с обрезкой раз он верит в апреле с такой точностью потом ужас в мае резать ну ладно у нас в тюмени мая это весна так нет салихарди пытается вырастить весна вот турханском не выписали косточки турханско вот знаете где там еще и зима дальше июня опять обрезаем стойся сюда минут сегодня нельзя завтра в июне можно и нужно в июле тоже режем в августе режем в сентябре режем в октябре режем в ноябре режем дальше я не помню да вы что-то мы охерели ну и конечно довольно злые они грязи не поливал но выставил дураками да то точно но остальное разберем другой раз ради того чтобы это им заплатили журналу за вот это самое за то что они рекламируют эту живицу хорошая вещь только зачем раны делать дерево не нуждается в это залечь и ран даже морозобоин даже этих солнечных ожогов все эти трещины бесконечно и там не надо этого делать вот тут специально чтобы купили режьте 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 дечона кольцо когда от учет этого кольца когда мировая общество с особенно наша северная когда поймут что это самое страшное что придумали в обрезке это кольцо это не вот тут пальцы обрезать как я режу на чтобы взять вот эту часть на прилегку и не тут и не тут а вот тут вот это есть обрезка на кольцо тут укорачивание тут с ума сошли с ума сошли давно и за сотни лет не догадаться, не сказать, вы что, не распилить за сотни лет ни одного поперёк, чтобы увидеть, как туда мороз попадает. И вот когда я с ними разобрался, вы уже поняли, что то, что вы прошли, это нет, это меня пестируют. Наш же издание с момента своего основания, посмотрите, сколько навредил, даёт верные советы, причём только учёных, но и садоводов практика. Именно потому на стране всё ещё есть сады. Вот, что вы знаете в сады? Какие они? Или уроды, или мёртвые. Вы можете не соглашаться с нашим мнением, агрономами, редакторами, да вы не садоводы. Меня одна из вас тогда признала, что у неё есть дачный сад, единственный с которым я дружил. Нет, поддерживал хорошее отношение. Уже после того, когда Юдина умерла, которая меня печатала. Да, у меня есть дачный сад. Так чёрт и лезет, что это самый редактор, это должен быть обязательно учёный. Но не наш учёный, всё равно. Ещё бы хуже, может, было бы. Может, правда, что хорошо, что вы не учёный. Есть мировой опыт. Американский, итальянский, французский, израильский. В вашем журнале, по-моему, было написано вашим, что Нью-Йорк находится на широте Сочи. А те, 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 те. Это что, опыт годится нам? Американский? Тут тут канадский не упоминается. А Монреаль, мол, находится на широте Курска. Я не проверял, но почему не верить? Вам же. Это южная технология. Куда вы лезете? Вы что, забыли, что вы в Москве? Вы пускаете это всё. Всё, закончил. Редактор субтитров А.Сёмкин Субтитры создавал DimaTorzok